Здравствуй, родная республика! Считанные дни остаются до календарной границы весны и лета. Ждем с нетерпением самое теплое время года. К слову, о границе. Сегодня свой праздник отмечают все пограничники нашей страны. Поэтому от души поздравляем. Но в нашем эфире нет пределов для интересных и полезных видеосюжетов. Студия 11 приветствует вас. Мы начинаем. Что нужно сделать с утра? Умыться, позавтракать, прикинуть планы на день грядущий. А еще можно добавить немного кардиоупражнений. Подобное начало дня помогает провести его успешно и продуктивно, считают многие фитнес-инструкторы. Это связано с тем, что во время выполнения физических упражнений, которые тренируют сердце, вырабатываются гормоны серотонин и дофамин. Именно они напрямую связаны с чувством счастья и удовлетворения. Регулярные утренние кардиозарядки помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшить сон и повысить самооценку. В качестве рекомендуемых упражнений для короткой интенсивной тренировки предлагаются бег на месте с высоким подниманием бедра, упрощенный бёрпи и джампинг-джек. Пожалуй, нужно погуглить. Сыктывкар – город с богатой историей и уникальной атмосферой. Ежегодно сюда приезжают на учёбу студенты из других городов России и зарубежья. Некоторым переезд даётся легко, а для других оборачивается серьёзным стрессом. Прижиться иногородним студентам в столице Коми помогают сотрудники Национальной библиотеки Коми в рамках проекта «Адаптация первокурсников в городской среде сыктывкара». Анна Кетова подробнее. А знаете ли вы, что здесь находится самый узкий в мире переулок? «Нет!» И называется этот переулок «Грибной переулок». Сейчас мы с вами его найдём. Пойдёмте. Николай родом из села Усть-Кулум. Второй год учится в Коми-Республиканском колледже культуры имени Вениамина Чистолёва. В Сыктывкаре освоился ещё не до конца. Да, это действительно сложно. Можно запутаться даже в трёх улицах. Я сам живу в общежитии, сам переехал из села. И поначалу мне казалось, что этот город маленький. На самом деле нет, это не так. Он действительно большой. Экскурсию по столице юному студенту радушно провели сотрудники нацбиблиотеки. Действительно круто, хорошо то, что можно узнать о городе именно в таком формате. Когда ходишь по станциям, узнаёшь много нового, много интересного. И люди преподают тебе информацию очень хорошо. В формате подкастов, экскурсий, квестов и флешмобов наставники проекта рассказывают об истории Сыктывкара, его улицах и районах. А также показывают интересные места для отдыха. Мы придумали самые разные формы. Это и виртуальные прогулки, когда мы приходим к ребятам в учебное заведение и рассказываем о каких-то архитектурных особенностях города Сыктывкара, об интересных арт-объектах. Это экскурсии по городу Сыктывкара, которые мы проводим вместе с нашим партнёром Национальным музеем. Есть ещё один вариант – аудио. В удобном формате можно познакомиться с главными достопримечательностями Сыктывкара. Например, студент может узнать несколько фактов о корове-кормилице. Фигура коровы-кормилицы появилась в 2017 году в Сыктывкаре на пересечении улиц Бабушкина и Интернациональной. Место выбрано не случайно. В здании рядом находится Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. Выбор пал на этот образ, так как у многих народов корова символизирует плодородие, благосостояние, а также терпение и выносливость. Как вы уже поняли, я тоже приняла участие в этом проекте. Это звучит мой голос. Я, как бывшая первокурсница, тоже была бы очень рада, если бы в моё время кто-то бы точно так же провёл меня по знаковым местам города. Идея проекта, наверное, родилась у наших как раз молодых коллег, которые, будучи сами недавно студентами, они подумали о том, что Национальная библиотека — это как раз та точка, в которой можно было бы поработать со студентами и познакомить их с городом Сыктывкаром. И вот мы как раз с коллегами обсудили и придумали такой цикл таких мероприятий, который бы рассказывал ребятам, которые приезжают после девятого класса, особенно о нашем городе, о том, что ваш город совершенно не страшный, что люди в Сыктывкаре такие же доброжелательные, как в других городах нашей республики, и что Сыктывкар — это не зря студенческая столица республики. Здесь им будет комфортно. Адаптация — это процесс, который требует времени и усилий. Но поверьте, по итогу все ваши старания точно будут не напрасны. Вы заведёте друзей, сроднитесь с новым местом и начнёте чувствовать себя как дома. Главное — не бояться проявлять себя, знакомиться с людьми и открывать новые, неизведанные маршруты. Идея проекта, я считаю, что это очень чудесная идея, потому что на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что очень часто наши студенты, первокурсники недополучают вот эту культурную базу, и мы в колледже культуры стараемся этот пробел восполнить. И, конечно, национальная библиотека республики Коми нам очень в этом помогает. Проект стартовал в конце 2023-го и уже успел завоевать сердца многих приезжих студентов. До конца мая будет подведён итог первого года работы. Полна земля Коми талантами. Об этом свидетельствуют множество наград, которые представители разных видов спорта регулярно привозят в республику. А мы с удовольствием об этом рассказываем вам. Вот и сегодня есть повод. Один из наших боксёров стал членом сборной России по боксу. Он ещё достаточно юн, а это значит, что всё ещё впереди. Подробнее о значимом карьерном событии спортсмен и его тренер расскажут нам прямо сейчас. Александр Арсений, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, расскажите, пожалуйста, подробнее про присвоение статуса члена сборной Российской Федерации. Я думаю, это очень значимое событие не только для Арсения, наверное, и для всей республики. Да, Арсений попал в сборную России. Мы ездили на первенство России по боксу в город Чехов среди юношей 13-14 лет и девушек. Команду сборной республики представлял Калюжный Егор Сухты, Арсений Керецман с Сыктывкара и Сусинска Шиляева-Дарья. Троих человек мы увозили на первенство России, которые у нас отобрались. И Арсений провёл успешно два боя, одержал победу. И в третьем бою нам немножко не хватило и стал бронзовым призёром первенства России. И тем самым обеспечил себе место в сборной России. И также хотелось поблагодарить всех тренеров республики Коми, которые готовили своих спортсменов на зональные соревнования, на первенство России. Хотелось сказать им огромное спасибо за их энтузиазм, что они продолжают заниматься хорошим делом. Ну и поблагодарить наше министерство спорта и физической культуры республики Коми, которая помогает нам в выезде соревнований. Да, очень радостно действительно, что спортсмены так часто выезжают куда-то за пределы нашего Коми-края. Арсений, поздравляю с этим достижением. И большой молодец. Расскажи немного о себе. Сколько тебе лет? Давно ли ты занимаешься боксом? Мне 14 лет. Боксом начал заниматься с 2021 года. С первых месяцев уже у меня всё достаточно хорошо получалось. Выступал на соревнованиях. Поехал на первенство республики Коми. Занял третье место. Поехал на сборы. Стал участником первенства северо-запада федерального округа России. И со следующего сезона мы просто готовились на соревнования, ездили. И всё-таки тренер меня решил отправить на мой первый всероссийский турнир в памяти тренера СССР Грекова в Москве. Там я провёл три боя и в финале проиграл Ленинградской области. Этот турнир был всероссийский. Он по результатам этого турнира уже его зачислили в состав сборной России. Но это был списочный состав. То есть, как бы он попал уже в состав сборной России. И мы решили дальше двигаться, что нам нужно попасть на первенство России, которое пройдёт в Чехове. Дальше стали готовиться. Немножко неудачно у нас сложилось на первенстве северо-западного федерального округа. Мы там как-то немного расслабились. И в первом же бою проиграли и уехали домой. Но мы не остановились на этом. У нас, если через федеральный округ ты не прошёл, можно пройти через общество. Мы поехали на общество профсоюзов России. Там он провёл три боя. Одержал победу. И попал на финал России в Чехов. Целеустремлённость тоже может решать, можно так сказать. Арсений, а ты хотел бы дальнейшую свою жизнь с этим видом спорта связать как-то? Может, а то из хобби перерастёт во что-то большее? Ну, конечно, бы хотелось связать, но это уже как будет всё в дальнейшем. Ну, хотелось бы. Во всяком случае, желаю тебе в этом успехов. Александр, расскажите ещё, пожалуйста, немного о том, какие, может быть, перспективы намечаются в этом виде спорта у наших спортсменов. Что их ждёт в новом сезоне, например? Да, ну, этот сезон у нас же подходит к концу. Ещё остался у нас чемпионат Северо-Западного федерального округа и чемпионат России по мужчинам. Да, основной. По всем остальным возрастам уже подходит к концу сезон. И вот с сентября опять начинаем мы подготовку. Будем проводить различные сборы по возрастам. Будем готовиться сначала к республике, потом к Северо-Западному федеральному округу, ну и на финал России. Что ж, желаю вам новых побед, новых свершений. Была видеть рада вас у нас в студии. Спасибо вам большое. Спасибо. Спектакль «Читку» пишите письма Сергея Довлатова показали в местах службы солдата Довлатова. Постановку увидели жители Княжпогостского района. Театральную часть дополнила презентация книги «Лялькин город». Издание содержит 37 фрагментов полных писем будущего литератора в Сыктывкар в начале 60-х годов. Эти письма студентки пединститута Светлане Меньшиковой и стали основой постановки. Подробнее в нашем репортаже. Этот спектакль Национального музея и молодежного театра Коми посмотрели не только жители Сыктывкара. Он ездил на фестиваль «День Д» в Санкт-Петербург. Постановку показывали в Москве на выставке ВДНХ. И вот сейчас театральный проект «Пишите письма» добрался до Ембы. Именно Княжпогостский район стал литературной родиной Сергея Довлатова. В историях Довлатовских, который на самом деле служил в нашем Ченевороке и в Княжпогостском районе, действительно отражает кусочек нашей культуры, нашей отечественной культуры, которую не вычеркнуть, не заменить нельзя. Ее надо просто знать, присвоить и где-то наслаждаться, где-то восхищаться, где-то вдохновляться. Как нам рассказали зрители, в Емве немногие знают историю переписки Сергея Довлатова и Светланы Меньшиковой. И потому все, что звучало со сцены, было открытием. Люди никогда не встречались и писали такие письма. Вот его письма, каким письмом пишем? Здравствуй, прощай. И все, там дела свои обыденные, а здесь размышления. Заинтересовала зрителей и книга «Лялькин город», так Довлатов называл Сыктывкар. Второе, уже дополненное издание, в мае презентовали на книжных фестивалях в Уфе и Казани. Несколько экземпляров привезли на спектакль в Емву. Я книгу прочитала несколько раз «Лялькин город», так как Светлана Владимировна, наш музей, один из первых, наверное, получил экземпляр книги. Ну, здесь живое, как бы, да, на сцене, это все более эмоционально так. Игра актеров замечательная. И исполнение на гитаре, оно, знаете, такое, как бы, живизну такую вынесло. Сейчас Национальный музей Коми готовит новую фестивальную программу вокруг Довлатова. Гостей ждут 12 июня. Впервые руководитель проекта «Пишите письма» Светлана Бандура представит авторскую экскурсию по Сыктывкару 60-х, каким его изобразил в своих произведениях Сергей Довлатов. Название пешеходной прогулки – «Семга, пингвин и шапка-ушанка». Она выстроена по маршруту, который, собственно говоря, проложил Сергей Довлатов в своем малоизвестном произведении «Сентиментальном детективе. Выслик должен быть худой». И помимо, собственно, текстов Довлатова и текстов писем, стихов Довлатова и не только Довлатова, стихов других наших поэтов, нашей республики, будет также рассказано о повседневной истории нашего города с неким гастрономическим уклоном. Как мы уже рассказывали, 12 июня в Сыктывкар приедут музейщики города Вельска, которым тоже близка история молодого ленинградца Сергея Довлатова. В первой половине 60-х его друг Иосиф Бродский находился в ссылке в Архангельской области. Для двух писателей «Север» стал важным этапом в жизни и творчестве. Профилактика заболевания всегда лучше, чем его лечение. К примеру, для профилактики инсульта специалисты предлагают ежедневно употреблять разные фрукты и овощи в количестве 500-600 граммов. Эта группа продуктов содержит витамины, минералы и антиоксиданты, а также большое количество клетчатки, которое поможет снизить всасывание холестерина. Также эксперты советуют включить в рацион ненасыщенные жиры, такие как омега-3, жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, орехах, льняном оливковом маслах. Прямо сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом снова вернемся в эфир. Не переключайтесь. Вы смотрите Студию 11. Мы снова в эфире. Нам есть, что показать и о чем рассказать. Так давайте же не будем с этим задерживаться. Многие из нас слышали утверждение, что надо проходить не менее 10 тысяч шагов в день для пользы здоровья. Между тем, для того, чтобы ходьба приносила пользу, нужно увеличивать скорость движения, а не считать шаги и пройденное расстояние. Такой вывод сделали английские врачи. Они считают, что даже 10 минут интенсивной ходьбы снижают риск развития смертельных заболеваний на 15%. Другие эксперты указывают, что даже 4 тысячи шагов полезны для здоровья. В общем, в очередной раз мы приходим к тому выводу, что не надо долго оставаться без движения. Токсичность. Само слово уже несет какой-то негативный оттенок. Сегодня этот термин относится и к людям. Среди нас встречаются личности, поведение которых можно обозначить как токсичное. Они любят оскорблять, унижать, заставлять испытывать дискомфорт. Но этому можно противостоять. Как это сделать, сейчас узнаем. Когда мы сталкиваемся с токсичными людьми, это всегда наводит человека на агрессию. То есть он агрессирует. Вот первая реакция – это агрессия. Что делать? Главное – успокоиться и не поддаваться этому чувству, не создавать конфликтов. Надо будет понять человека, почему это происходит. Может, все-таки у него что-то не так с энергией? Может, он просто-напросто не понимает, почему он агрессирует сам? Вызывая на агрессию вас, человек хочет подзарядиться вашей энергией. Но в энергетическом плане, когда человек тратит очень много психической своей энергии, он становится своеобразным вампиром. Но это не то название, которое хотелось бы осветить. Потому что такие люди, они же и доноры наши, и санитары. Потому что забирают хорошую и плохую энергию, заставляя вас восполниться самой чистой и плодотворной энергией для вас. В этом случае надо быть спокойным, уверенным в себе. Сразу сказать человеку, что мне не нравится ваш разговор, ваша манера разговаривать. И тихонько уйти спокойно от разговора. А в дальнейшем вообще не встречаться с этим человеком. И менять свое окружение. Когда вы чувствуете после агрессии себя обесточенным, не стесняйтесь обращаться за помощью к своим друзьям, к своим знакомым, к психологам, которые расставят все приоритеты, как вам хорошо пройти вот эту вот трансформацию для того, чтобы восполнить себя энергией. Также постарайтесь сохранить в этом во все свое психическое здоровье. Потому что прежде всего вы должны думать о себе. как вести себя в этом состоянии, когда вы должны восполняться энергией своей, чистой, хорошей энергией. Главное – забота о себе и о своем здоровье. Лето еще только стучится в двери, но мы уже видим, как дети вовсю проводят дни на открытом воздухе. И делают это весьма активно. Именно в летние месяцы дети чаще всего получают травмы во время уличных игр, при катании на велосипедах, скутерах и скейтбордах, а также в результате падений заборов и деревьев. Есть и другие опасности. Об этом сейчас и поговорим. В нашей студии Даниил Гоппи, врач-травматолог, ортопед Республиканской детской клинической больницы. Даниил, здравствуйте. Здравствуйте. Какие травмы, расскажите, наиболее часто встречаются у детей? Ну, традиционно наиболее часто встречаются это, прежде всего, раны, в связи с того, что дети больше времени проводят на улице, так же, как вы говорили, катаются на велосипедах, на самокатах, падают и получают различные ранения тех или иных конечностей, но и в том числе и переломы. Переломы также никуда не деваются, что зимний период, что в летний. В нашем отделении все так же полно детей со сломанными руками и ногами, которые требуют той или иной нашей активности, нашего активного участия в лечении. Можно ли проследить и сказать, какой возраст наиболее травмоопасный у детей? Ну, такую статичку мы, конечно, не ведем, но чаще всего все-таки больше травмируются дети школьного возраста, начального и среднего звена, так как в этот период у них появляется больше самостоятельности, меньше контроль со стороны родителей. Дети до школьного возраста все-таки больше времени проводят под контролем родителей, гуляют вместе, находятся дома, а школьники уже больше предоставлены сами себе и, соответственно, чаще всего попадают в различные травмоопасные ситуации. Как вот при этом родителям все же сохранять свой авторитет и объяснять ребенку, как обезопасить себя может быть в каких-то различных ситуациях? Ну, прежде всего, это все-таки беседа, да, все-таки родители должны пользоваться авторитетом, провести беседу с ребенком, рассказать, что все-таки не стоит лазить по заброшенным стройкам, по заброшенным различным зданиям, тем более, что у нас в городе много таких объектов, а во время катания на самокатах, на велосипедах, ну, стараться не выполнять каких-то различных трюков, также провести беседу по поводу правил дорожного движения, потому что, гуляя по городу, очень часто вижу, как дети, мало ли того, что не слезая с велосипеда или самоката, так порой и на красный свет переезжают дорогу, что тоже чревато серьезными проблемами. Если это проблема, назовем это тогда травма или ушиб, что угодно произошло все-таки, и ребенок пострадал, как стоит вести родителей у себя в этой ситуации? Сразу хвататься, за головой бежать к врачу, или можно иногда это как-то самому решить, если это, может быть, ссадина какая-то? Если травма произошла на глазах родителей, то родителю следует в первую очередь успокоиться, понять, что все-таки травма случилась, что это свершившийся факт, и сейчас необходимо собраться и помочь ребенку. Если это какая-то небольшая, грубо говоря, царапина, ссадина, синяк появился, то, возможно, можно наблюдать за ребенком дома, в домашних условиях дома обработать эту самую ссадину, перкисевая дорода, зеленкой, и посмотреть, как будут дальше обстоят дела. А если это более серьезная травма, то ребенку необходимо сразу же оказывать помощь. Если видите, что это рана, то либо деформация конечности, то есть перелом руки или ноги, и ось ноги изменилась, она стала кривой, грубо говоря, то, естественно, лучше сразу же вызвать скорую помощь. Ребенка не трогать в этот момент. Если рука, то лучше ее повесить на косынку. Постараться как-то зашинировать из подручных следствий, ту же самую какую-нибудь доску, какую-нибудь палку привязать к руке, к ноге, чтобы как можно меньше рука или нога шевелилась, чтобы не было большего травмирующего фактора. Если это рана, то никаких инородных тел доставать. Если вы видите, что на дне раны что-то лежит, лучше это не доставать. То, что может быть под этим инородным телом какой-то сосуд, который сейчас она закрывает, и если мы уберем это инородное тело, то начнется активное кровотечение. Лучшего это делать не стоит. Со стороны родителей это обработать рану по возможности, если есть чем, и наложить какую-то чистую салфетку. Есть ли какие-то еще способы профилактики, помимо беседы с детьми? Да, безусловно. Если ребенок любит кататься на велосипеде, на самокате, на скейтборде, то лучше использовать различные следствия защиты. Шлемы на локотнике, на коленнике. И стоит к этому приучать ребенка с малого возраста. Буквально как только начинаем ребенка сажать на велосипед, сразу же начинаем приучать одевать шлем, одевать защитные следства. А так беседа и убеждение ребенка, что все-таки чего-то делать не стоит. А непосредственно летом было бы неплохо даже со стороны самих родителей сходить на ту же самую детскую площадку, где ребенок больше всего времени проводит, и посмотреть, в каком состоянии те же самые качели, горки, и проверить, возможно, что-то не закреплено, что-то сломалось, цепь где-то оборвалась, чтобы его же ребенок не травмировался в этот момент. Спасибо большое, Данил, что поделились с нами такой ценной и важной информацией. Пожалуйста, спасибо. Многие владельцы приусадебных участков уже наверняка рьяно взялись за работу на своих фазендах. А это не слабая нагрузка на организм. Зачастую от такой активности страдает спина. И вот несколько рекомендаций, как можно о ней позаботиться. Сегодня мы поговорим с вами про здоровье спины. Мы не все с вами успеваем заниматься своим здоровьем, своей спиной. Целый день сидим. После того, как сидим на работе, едем на машине домой, дома тоже сидим. Когда же заняться спиной? Я предлагаю делать это прямо с утра, лежа в кровати. Начнем мы с вами с очень простого движения. Как только вы проснулись с кровати, легли, и начинаем выталкивать от себя пяточку. Ноги остаются прямыми. Мы выталкиваем с вами пятку от себя. Этим движением у нас скручивается таз, включая, растягивая и заставляя работать мышцы поясницы. Выполняем на каждую ногу по 20 раз. Когда ваши домашние уже немножечко устали от того, что вы шуршите в кровати, раскидываете руки в стороны, поднимаете коленки и начинаете делать упражнение по 5 раз в каждую сторону коленки до пола, до кровати. Ну и когда вы окончательно освободили диван, ложитесь на бок, поджимаете под себя коленки, руки перед собой. Раскрываясь верхом спины, делаете по 10 раз каждое упражнение, на каждую руку. После этого можно спускаться с кровати. Возьмите небольшой коврик. Если у вас пол с ковром, значит будет все отлично. Становимся на коленки и на руки. Два движения. Первое. Мы тянем локоть к колену, полностью округляя спину. Второе упражнение. Мы с вами поднимаем руку и ногу, полностью прогибаясь спине. Выполняем на каждую диагональ по 10 повторений. Выполняя такие простые движения каждый день, вы дадите здоровье своей спине. Театральные сезоны уже почти подошли к концу. Но это не значит, что жизнь театров замирает. Летом много фестивалей, в которых можно активно поучаствовать. Проводятся и различные конкурсы. К примеру, Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми отправляется на всероссийский конкурс под названием «Музыкальное сердце театра» с целым спектаклем «Илья Лун» «Ильин день». Он приурочен к 35-летию фольклорно-этнографического ансамбля «Парма», который состоит из артистов театра. Уникальность постановки в том, что со сцены звучат старинные песни, а музыканты ансамбля играют на Коми народных инструментах. За подбор музыкального материала отвечал заслуженный артист России Александр Витошкин. О сценарии написала Галина Подорова, народная артистка Республики Коми. Результаты конкурса станут известны осенью. Так что пожелаем артистам удачи. А закончить наш выпуск хотим еще одной позитивной новостью. Сегодня отмечают свой праздник дамы, цвет волос которых похож на темную южную ночь. Да, сегодня день загадочных и очаровательных брюнеток. Согласитесь, есть в них особый шарм и некая таинственность. Так что поздравляем всех нас. А к этой минуте у нас все. Хорошего вам настроения и до встречи снова в студии 11. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!